Привет! Снова с вами. Как сейчас со звуком? Пишите, давайте, я всех жду, чтобы ничего вы не пропустили. Сейчас я через Wi-Fi вошла. Напишите мне, пожалуйста, мои хорошие. Как сейчас со звуком? Я всем рада, всем очень... Опять тихо. Слушайте, ну что же мне делать с вами? Ну давайте я... А, намного лучше. Ну супер, ну хоть что-то, потому что не могу больше... У меня телефон на полной громкости, на 100%. Хочет участвовать. Все, давайте, короче, приступаем тогда к эфиру. Я вас опять знакомить буду, те, кто у нас еще не видел нашу модель. И буду рассказывать, что мы будем делать с ней. Вместе будем решать, потому что, вы же понимаете, я, как всегда, ее вижу в первый раз. Разворачиваю вас. У нас дубль два. Меня зовут Петрова Ольга, кто еще не знает. Для всех рада видеть. Наша модель сегодня пришла. А зовут ее Ильи Кина. Значит так, алгоритм у нас, как я уже говорила, всегда один и тот. Вам пришел пример. Вы должны сначала обязательно разобрать, что у нее за структура волоса. То есть, поистый, пудрявый, прямой, как растет. Дальше второй у нас момент. Мы должны с вами обязательно прощупать форму головы. Дальше мы должны с вами определить форму лица, какая стрижка у нас пойдет, какая не пойдет. То есть, мы должны подобрать нашу стрижку именно Илья, на конкретно сегодня Илья, для того, чтобы она могла с ней жить, могла с ней ходить. И ей это было комфортно, чтобы не было такого, чтобы она стеснялась. Все время потом вас вспоминала недобрым словом. То есть, вы должны сделать максимум приложить усилий, особенно тогда, когда вам человек доверяет. Вы это понимаете. Нет, не выхватывается. Что делать, я не знаю. Что еще можно сделать. Напишите, пожалуйста, рекомендации свои, что еще можно сделать, чтобы был звук. Потому что у меня на полной стоит, не знаю, что сделать еще. Я... Максимально. Все нормально? Сейчас меня слышно. Значит, смотрите, у нас, смотрите, пришла с воротником, воротник нам будет обязательно мешать. Воротник мы всегда с вами убираем работу глубоко-глубоко, чтобы он нам не мешал никогда. И давайте уже приступим все-таки к нашей, к подбору нашей стрижки. Давайте посмотрим, что было, и потом подберем, что будет. Значит, у нас волосы крашены, да? И даже на концах есть остатки эмилирования. Я не знаю, что делать. Ну что, еще раз будем перезаходить? Звук есть только когда подходите. Слушайте, я не знаю, совсем не слышно. Что, еще раз перезаходить будем? Я просто не знаю, какой канал, может быть, опять плохой поймался. Совсем не слышно. Ну, мне же вам показывать надо, я что делаю? Ну, все в порядке, все в руку. Давайте попробуем еще. Сейчас лучше слышно. Может быть, просто куда-то встать надо, я не знаю. Тут у меня звук все есть. Может, микрофон нужен? А как, я же уже сделала максимум. Вы думаете, я не нажимала? Нажимаю максимум. Попробую сейчас выдернуть powerbump. От этого не зависит, даже если будете, да? Ну, давайте, слушайте. Я буду стараться говорить громко, хорошо? Все, отлично. Я вас люблю, давайте все-таки начнем. Я постараюсь говорить громче. Если у меня голос понижается, напоминайте мне, хорошо? Все, разворачиваю, поехали, работать надо. Так, значит, мы с вами убрали воротни, дальше переходим к волосам. Насколько крутой остался завиток и сколько осталось химии, мы это сможем с вами понять только в одном случае, когда помоем. Потому что, видите, сейчас была какая-то укладка, да? И поэтому не очень видно, какая химия. Видите, вот здесь вот такие вот есть немножко локоны. Но эти локоны можно создать сами, знаете, и на брашинг, когда мы с вами сушим. Вот, поэтому волосы у нас окрашены. Дальше смотрим рост волос. Вот здесь вот у нас явно, видите, распадается макушка. Вот она, прям четко распадается. Вот и прям вот, ух, как хорошо она у нас растет. Но, возможно, это опять же была укладка. Возможно, Ирина дома укладку делала и немного заломала себе макушку. Опять же, это увидим тогда, когда помоем. Дальше смотрим обязательно, со структурой волос мы разобрались. У нас химия, окрашенные, мелированные. В общем, волосы, скажем честно, подубитые. Вот, дальше смотрим обязательно, опять же, рост волос внизу. Да, вдруг мы с вами будем делать закрытую шею. Вот я вам поворачиваю. Смотрите, видите, сразу же видно, что волосы идут в сторону, растут. И в одну, и в другую. Вот, это такой рост волос. Сейчас мы поднимем, посмотрим. Нет, четко идут в сторону, вот так ложатся. Вроде не поднимаются наверх, ложатся вперед. Что, естественно, нам облегчает немного, если мы захотим прикрыть шею. Сейчас будем с вами решать, насколько будет короткая у нас стрижка. Так что здесь волос растет нормально. Теперь мы с вами прощупываем форму головы. Обязательно прощупывайте, для того, чтобы понять, где у нас впадины, где бугры, можно ли открывать их. Здесь есть небольшие у нас бугры. Но, вы знаете, не критичные бугры, я думаю, что нормально. Дальше смотрим впадины. Вот здесь вот у нас на макушке как раз есть небольшая впадинка. Поэтому вот тоже на это надо будет обратить внимание. Немножко плоская макушка у нас. И нам надо создать, будет, конечно же, здесь тогда объем, не повторять ее. Иначе у нас будет заваливаться волос здесь, будет плоско. А нам, как всегда, женщины любят иметь объем на верхней затылочной зоне и на макушке. То есть вот здесь, как правило, нам нужен всегда объем. После того, когда мы с вами прощупали наши все выпуклости и пуплости, то щупим обязательно виски, потому что тоже здесь могут быть неожиданности. Мы с вами уже дальше, когда поворачиваем Элину к зеркалу, для того, чтобы нам уже подобрать длину стрижки и форму, какая нам нужна. Вот мы с вами разворачиваем и начинаем смотреть. Как всегда, мы начинаем с чего? Это с короткой стрижки. Значит, соответственно, чтобы понять, идет нам короткая стрижка, либо не идет, мы с вами убираем все волосы и смотрим. Смотрите, видите? На мой взгляд, короткая стрижка идет. Смотрите, когда мы с вами выбираем, на какую сторону будем стричь, вы тоже через зеркало перекладываете челку и сразу вы определите, потому что у нас все лица, они не симметричны. То есть у нас нет идеальной симметрии. И всегда идет на какую-то сторону больше, на какую-то меньше. Поэтому, опять же, через зеркало мы с вами подбираем, на какую сторону челка будет симпатичнее смотреться, когда украсит, наоборот, лицо, а не подчеркнет ненужное. Вот, как видите, на эту сторону совсем не идет челка, а вот уже посмотрите сюда, на эту сторону челка нам идет. Поэтому, значит, мы определили с вами, что челка у нас с вами будет налево. Правильно? Дальше, по поводу короткой стрижки. На мой взгляд, не короткая стрижка идет, поэтому мы сейчас должны с вами будем определиться, насколько она у нас будет короткой. Вот. Но чтобы понять, насколько короткой она будет, мы обязательно должны посмотреть на ушки. Ушки – это просто элемент, да, женщины обязательно. Мы должны с вами очень внимательно к этому относиться. Потому что, если мужчина не обращает внимания на эти моменты, то женщина очень переживает, да, то есть относится к своей блестной внешности болезненно. И вы посмотрите, видите, ушки у нас одно идеальное, а второе немножко торчит. Поэтому мы с вами должны все-таки сделать так, чтобы у нас не бросалась эта асимметрия в глаза. То есть мы с вами должны будем что-то придумать, чтобы немного это ухо закрыть. Нам надо будет либо создать объем, либо сделать челку, как у Пикси. То есть вот есть варианты, когда мы с вами можем отвлечь внимание от нашего левого уха. Ну, а правое, вы видите, у нас идеальное, поэтому мы можем здесь даже выбрить. Вообще никаких вопросов нет. Значит, и рост волос. Обязательно смотрим на рост волос. В общем, нормальный стандартный рост волос, как всегда, вот здесь вы видите с уголочками. Что с одной стороны, что с другой стороны. Поэтому вы тоже на это должны обратить внимание, если мы делаем облименную челку, чтобы у нас не было с вами здесь никакого окна, никакой дырки. Нам нужно просто будет понять это, чтобы плавно все переходило красиво. Так, значит, ваши какие-то предложения есть, либо нет предложений по поводу стрижки. Какую вы хотите видеть? Достаточно короткую стрижку или нет? Потому что, смотрите, линии на самом деле идут короткие стрижки, но, как я вам уже сказала, нам нужна челка, да, то есть нам нужна какая-то масса с одной стороны, чтобы прикрыть это ухо. Поэтому стрижка может быть вполне асимметричной, либо мы можем с вами сделать симметричную стрижку, ну, например, допустим, обыграть, выбрать височек. Почему? Смотрите, у нас, как я уже говорила, как я вам уже говорила, вот здесь у нас, видите, какой рост волос. Вот у нас подшерсток. У нас пушочек здесь вот этот вот растет. Мы можем с вами обыграть и просто, например, допустим, выбрать, как элемент височек. Но в то же время сделать стрижку симметричной. То есть у нас может с одной стороны челочка быть и с другой стороны, да, висеть. Вот так, например, допустим, здесь вот убрать совсем и сделать удлиненную челку у лица. Вот так. Посмотрите, видите, тоже будет неплохо. Но макушку, как вы понимаете, макушку Ирине обязательно надо будет поднять. Поэтому макушка, скорее всего, у нас будет коротенькая. Для того, чтобы создать объем вот в верхнезатылочной и теменной зоне. Так, значит, вы мне сейчас пишите, какие у вас пожелания. Не очень короткие, спасибо. А? Не очень короткие, красиво. Не очень короткие, да? Ну, значит, тогда, если не очень короткие, значит, у лица будем делать удлиненную, да, тогда? Хорошо. Теперь давайте определимся с затылком. Ну, очень короткие, значит, не очень короткие. Все, как скажете. Значит, будем не очень короткие делать. Но в то же время я все-таки хочу, смотрите, видите, убрать ее с лица. Так, значит, давайте теперь, смотрите, вот если посмотреть Ирину в окнах, видите, ей тоже очень хорошо, если выбраны вообще волосы на затылке. То есть можно полностью открыть шею. Шейка у нас, кстати, красивая, длинная, никаких у нас тут ни вкладочек нет, все будет хорошо. Либо мы можем с вами немного оставить длину и сделать как фикси, чтобы, например, допустим, волосы можно было посушить и наверх можно было чуть-чуть приподнять. Тоже будет интересный вариант. Ну, конечно, достаточно короткий. То есть это не очень короткий или малет? Смотрите, малет здесь не подойдет. Вот эти вот тонкие, которые будут здесь, сокельки, здесь не очень подходят нам. Вот смотрите, просто сами на Ирину через зеркало, здесь это не подходит. У малет, короткая вот эта вот верхняя часть, видите, а ей нельзя эту короткую верхнюю часть. Ей можно короткую только нижнюю. Вы тоже смотрите на клиента. То, что вам там хочется, это одно, но мы же понимаем реально, что мы подбираем стрижку человека, чтобы он ее носил, а не шапку одевал и ходил. Правильно? Поэтому у нас, скорее всего, вот конкретно глядя на Ирину, я считаю, что нам, например, допустим, можно сделать пиксель. Вот оно пойдет, вот реально пойдет. Вот смотрите сами просто. Видите? Даже если я затылок убираю, одно руку убираю, и посмотрите, как мне хорошо. Давайте сделаем достаточно ваненную стрижку, такую вот беспорядок, с короткой макушечкой, и, например, допустим, все-таки затылок мы сделаем, давайте, для того, чтобы она могла его носить, и наверх поднимаем. Давайте сделаем пиксель, потому что, мне кажется, больше идет. Как вы на то смотрите, согласны? Согласны. Значит, тогда давайте идем мыть. Ну, а вот этот элемент выбрить, что там себе скажете мне про ушка? Потому что тоже ей будет хорошо выбрить элементик. Ну, хорошо, давайте начнем. Вы мне пока пишите, а мы пойдем мыть. Хорошо? Пошли мыть. Попробуем. Так, как всегда, мы кладем полотенце на шею. Поглубже опускайте в ракет, чтобы не намочить. Полотенце положили. Аккуратно придерживаем голову и кладем, чтобы не удалилось. Смачиваем очень хорошо волосы. Если волосы будут сухие, вы плохо сможете намылить. То есть шампунь мылиться не будет. Надо смачивать волосы очень хорошо. Сейчас мы, пожалуйста, заодно и увидим, какая у нас осталась пудряшка после химии. Сколько у нее осталось и будет ли она нам мешать. Говорят, наушников хорошо слышно. А? Наушников хорошо слышно. Хорошо, я понимаю. Так, мы берем шампунь и моем. Вы знаете, процедура вроде как обычная. Мытье головы. Но, смотрите, девчонки, мальчишки, серьезно вам говорю, мыть лучше все-таки чуть-чуть ногтями. Для того, чтобы вы могли все-таки смыть с кожи головы сало кожное. Чтобы потом у вас инструмент не сильно быстро портился, пачкался, извините. И плюс еще, когда вы делаете окрашивание, краску все-таки тоже лучше смывать ногтями. То есть, не нажимайте сильно, делайте легкое нажатие. Но я вам не рекомендую мыть пальчиками. Потому что пальчиками просто-напросто вы не можете смыть до конца все, что нужно. Обязательно промываем. Все тщательно. Голову поднимаем. Шейку. На шее растут тоже вот волосы здесь, нижняя затылочная зона. Обязательно промыли. Все. Нигде не пропустили. Смываю. Видите, если вы волосы хорошо намочили, то шампунь очень хорошо пенится. Так, вот сейчас вы видели шею, я намылила. Но я пока не поднимаю голову, потому что сейчас я сначала буду наносить кондиционер. Нанесли кондиционер. Старайтесь не наносить на кожу головы, но старайтесь наносить на волосы. То есть старайтесь отступать от кожи, для того, чтобы волосы потом в дальнейшем, кожа головы не пачкалась быстро. Смываем тщательно, но не до хруста. Отжали волосы. После этого мы с вами аккуратненько поднимаем и рукой протираем то, что мы намылили. И подвязаем, промываем шею. С одной стороны и с другой. Если вы боитесь, что вы нальете, поворачиваем голову клиентки и аккуратно промываем вот так шею. С противоположной стороны, естественно, поворачиваете. И то же самое. Отжали хорошо волосы. И давайте я вам снова покажу, как заворачиваться. Мы с вами берем полотенце. Отворачиваем от себя. Делаем отворот от себя. Кладу полотенце на мокку. Поднимаю клиентку быстро-быстро. И подсовываю полотенце. Заворачиваю с одной стороны. Видите, отворот мой. Вот он. Заворачиваю в отворот вторую половину полотенца. Беру. Сворачиваю полотенце. Засовываю хвостик. И у нас получается с вами вот такая вот прекрасная чума. Да? Завернули. И вот первый вариант у нас с вами. Так мы заворачиваем полотенце. Второй вариант. Берем полотенце. Поворачиваем на себя отворот. Завернули. Видите, теперь на себя. На меня. Аккуратно кладем. И быстро-быстро перекручиваем пальчики внизу. И делаем жгут. Этот жгут мы засовываем по стороне ушка. Тоже вот такой вот это быстрый вариант у нас с вами. Как завернуть полотенце на голове. Видите, быстро и все держится. Все, пошли на место. Так, сейчас вы говорите наушники, да? А, кому? Нет, слышно про наушники. А, меня хорошо слышно. Спасибо большое. А я уже побежала за наушниками. Я бы, чтобы вы мне посоветовали взять наушники. Так, одеваем, как всегда, одноразовый у нас с вами воротничок. Кто использует тканевый, кто использует полотенце. Я полотенце не использую. Я использую одноразовые воротнички. Потому что мне просто с ними удобно. Как и все равно. А, значит, а полотенце, если вы кладете, помешает, потом встречу здесь на шею. Поэтому, как вы привыкли, так и делаете. Главное гигиена. То есть, получается, вот ключок нас защищает от нашего пенюара, да? Так, ну вы мне написали, будет выгрывать свисок или нет? Ну, значит, я тогда сама решу, раз молчите. Давайте тогда начнем сейчас стричь. А, мы с вами еще сейчас посмотрим, какая у нас химия. Мы сейчас с вами ее не видим. Чтобы посмотреть, сколько осталось химия, мы с вами должны немножко вот так сжать волос. И у нас сразу же все становится явным. Видите, волос действительно путается. Ну, причем с его ционбурь, потому что мы сделали с вами хорошо кондиционер. Но просто путается, потому что действительно химия не пережженная у нас концы. Только лишь по той причине, что еще же у нас было милирование. А сами знаете, милирование химия очень плохо ложится. Волос становится не очень качественным. И мы сейчас с вами посмотрим еще наш рост волос, про который мы с вами вот здесь вот говорили. Видите, это все-таки у нас макушка есть. Вот она, да? Про которую мы с вами говорили. Но она раскладывается, но не так явно. Значит, это была просто укладка. Видите? Все-таки с макушкой, я думаю, можно будет нам с вами справиться. Нормально. Это просто была укладка, и поэтому немножко получился залом до затылки. Выгревать не хотим. А? Выгревать не хотим. Выгревать не хотим. Кто за классикный респект? Я тоже люблю классикный. Так, мы с вами берем нашу эстеренеру. Значит, у нас с вами как всегда есть зажимы. Так, мне я не подготовилась. Ладно, белоксу есть. Делаем нашу. Так, и значит, нам с вами теперь надо определиться. С длиной на затылке, да? С длиной у лица мы определились. То есть у нас с вами будет удлиненная челка, да? Все-таки ушко одно у нас будет немного прикрыто. Ну, второе. Может быть, мы сделали глубокую челку. Ну, в общем, я так думаю, что мы когда дойдем к лицу уже, и как раз определимся тогда. Хорошо. Давайте теперь тогда с вами с затылка начнем. И нам надо с вами, как всегда, разделить на зоны. Я делю на четыре зоны. У нас с вами получается, будет стрижка немного, скорее всего, асимметричной. Но затылок у нас с вами будет симметричный. Те, кто не был на предыдущих мастер-классах, кто не слышал, да? Я вам расскажу, как мы с вами делим садикальный горизонтальный пробор. Значит, вот смотрите. По поводу пробора, который у нас идет вот горизонтальный, да? У нас свару, как мы должны его определить? Можно делать посередине, если это симметричная стрижка. Но у нас будет легкая асимметрия, потому что у нас будет пиксель, и у нас челка будет с одной стороны сильнее висеть. Мы с вами ищем, как распадается челка. И от этого мы с вами делаем пробор. То есть вот здесь у нас с вами, на тот зону, пробор будет именно идти от места, где распадается челка на лице. Вот, видите? Я вам сейчас покажу. Вот, смотрите, потому что нам нельзя сильно открывать вот эту зону. Я вам уже показывала почему. И мы смотрим, где у нас она распадается. Челка, как правило, это видно. Видите, вот здесь вот уже, если вы поближе посмотрите, давай мы поднимем, покажи поближе. Вот, посмотрите, видите? У нас вот этот вот треугольничек, видите? Он явно ложится в эту сторону. Вот, и поэтому у нас как бы это место, где всегда распадается челка. Видите, вот треугольничек явно ложится. Я сюда даже не могу его положить. Видите, он не ложится направо, ложится налево. Поэтому она, как правило, в этом месте будет всегда распадаться. И поэтому мы с вами делаем пробор немного асимметричнее. Значит, дальше следующий момент. Как мы делаем этот сегетальный пробор всем? А под какое средство используются ли стрижки? Для стрижки я никакого не использую средства. Я воню чисто волосы, сделаю кондиционер и для ничего не использую. Мне, если честно, не очень нравится, когда волосы скользят. Я люблю волосы все-таки, чтобы они были естественно чистые. Я понимаю, вопрос, есть специально всякие средства для стрижки. Но мне просто это, честно, не надо. Потому что я держу крепко волосы. Мне не надо, чтобы они были склеены. Я должна видеть, как они рассыпаются сами. И перейти потом? Да, мы постараемся, если никаких не будет проблем, то да. Значит, поехали. Теперь у нас затылок с вами. Все за, что я тогда буду делать затылок, как для пикси. То есть он будет короткий, но в то же время его можно будет поедать наверх. Хорошо. Все, значит, тогда, если что, я уже начала. Отделяем с вами полностью зону на затылке. И сейчас будем уже с вами задавать длину. Я убираю одним захватом все наверх. Потому что у меня будет симметричная стрижка. Но всегда я буду начинать работать все равно с центра. Отпускаем. Поднимаем нашу модель повыше. Потому что для того, чтобы вы поберегли свою спину. Опускаем голову вперед. Воротник опускаем пониже. Смотрим, где заканчивается у нас рост волос. Ну, рост волос у нас нормальный, обычный. Поэтому вы просто задавайте длину сами, которую планируете. Я думаю, что у нас будет вот все-таки вот такая длина. Делаете глубоким пойтингом срез. Мы с вами сделали рабочий пробор для того, чтобы повторить срез. Видите? Я повторяю. Рабочий пробор и срез у меня повторяют друг друга. Плотно положили. И сразу можете почистить. Также глубоким пойтингом. Вот такими зубчиками для того, чтобы у нас не было топорика. Опять же, плотно обняли шею, прижали волосы. Простри для глубоким пойтингом, для того, чтобы у нас уже линия была с вами легкая. Так. Проверка лево-право обязательна. Из одной и той же зоны натягиваете и проверяете длину. Первая линия готова. Переходим к следующей. Заодно сейчас мы с вами всю химию свежим. Ну, не всю, наверное, у челки останется немного. Отделили следующий блок. И мы с вами стрижем, напомню, пикси. У нас затылок все-таки короткий, но не сильно короткий. Поэтому мы длину с вами уже задали длиной, которой у нас с вами была окантовка. Мы берем прядь по центру. Натягиваем 90 градусов. Все, вы сбоку лучше посмотрите. Натягиваем 90 градусов. Что такое 90 градусов? Вот у нас голова. Я пальцами обняла голову и четко натянула. Это называется у меня 90 градусов. 90 градусов. Вот я поставила полотно расчески. Вот полотно расчески. Видите, оно у меня совпадает. Полотно волос и полотно расчески. Видите, совпадают. То есть я приложила край расчески к голове. Это и есть 90 градусов. То же самое вы делаете пальчиками. Обняли голову. Натянули. И еще раз говорю. Наша окантовка. Вот она, наша окантовка. Это и есть линия, которую мы с вами задали специально для того, чтобы определить длину на затылке. Я натягиваю, вижу окантовку свою и убираю длину. То есть у меня с вами натяжение 90, срез 90. Опять же, если помните, я люблю что? Люблю диагональ. Я делю. С этой стороны подойдем, пожалуйста. Я делю свой пробор. Контрольную линию, которую я только что порастригла, пополам. Отделила следующую прядь. Натянула. Встала за прядью. У меня опять же натяжение в голове 90. И срез у меня повторяет мою заданную линию. Отрезала. Отпустила. Разделила пополам. Перешла я за прядью. Подтянула новую. Следующую прядь. Стою за прядью. Еще раз напоминаю. Обняла голову. Натянула. Линию свою вижу. Растригла. Опять же, разделила. Перешла к следующей пряди. Натянула. 90 градусов в голове. Свою линию вижу. Окантовку вижу. Растригла. Вот этот последний хвостик мы с вами подтягиваем. В предыдущей пряди. Убираем все. Отпустили. Переходим теперь через центр на противоположную сторону. Разделили в диагональ. Взяли свою контрольную. Натянули 90 градусов в голове. Своим линией. Видите? Одна контрольная, вторая контрольная я вижу. Растригла. Перехожу к следующей пряди. Именно перехожу. Не рукой перевожу, а перехожу к следующей пряди. Контрольная я свою вижу. Растригла. Перехожу за следующей прядью. Разделила свою, только что простриженную пополам. Новую подтянула. Растригла. Последний хвостик. Подтянула. Натяжение не меняю. Стою на месте. Именно на последнем хвостике. Поднимаю волосы все наверх. Ищу, где у меня сошлось более-менее в одну линию. Ищу, смотрю. Видите? Смотрите, если я опустила вниз, у меня верхушка будет короткая. Если я подняла сильно наверх, у меня получается, что верхушка длинная, а низ внизу короткий. Поэтому, конечно же, у вас в одну линию все не сойдется. Но вы должны посмотреть, где у вас самая большая плотность. Опять же, глубоким поинтингом мы дорабатываем эту линию, чтобы было все красиво. Проверяем длину лево-право. Обязательно через натяжение смотрим длину. Значит, вот теперь смотрите внимательно. Для того, чтобы волосы при сушке у нас с вами поворачивались наверх, что нам нужно сделать? Немного опускаем голову клиенту. Берем. Смотрите за пальцами внимательно. Перехватываем прядь. Видите? Перехватила. И я делаю опять же глубокий поинтинг. Я не убираю длину. Я пилирую. Теперь еще раз показываю. Мы по всей этой линии проходим. И пальцы немного разворачиваю к центру. Опять же, глубоким поинтингом проходим. Для чего мы это делаем? Вы помните, что дает филировка. Она дает разную длину волос. Так вот, когда мы с вами поворачиваем, берем вот прядь и поворачиваем. Опять же, смотрите, я повернула немного к центру. И я делаю глубокий поинтинг, филировку с задней стороны своих пальцев. Видите? Не с передней, а с задней. Тем самым я укорачиваю длину, которая у меня идет с задней стороны. За счет этого, когда мы будем с вами сушить, у нас волосы будут выворачиваться наверх. Вот эту вот фенечку, пожалуйста, используйте. Она вообще классная в работе. Вот еще раз показываю. Поворачиваю. И с внешней стороны пальцев мы как бы с той стороны с вами делаем поинтинг. То есть мы с вами сделали разную длину волос. Вот так. И получается, будут волосики у нас с вами выворачиваться наверх. Переходим теперь к следующей линии. Отделили следующий блок. Так, голову мы уже немножко выравниваем. Почему? Потому что у нас голова имеет форму, да, все-таки круга. И мы переходим теперь к центру. Берем свою контрольную линию четко по центру. Здесь мы опять же обнимаем голову, натягиваем. И у нас с вами уже здесь есть точка. У нас натяжение 90, срез 90. Мы с вами решили, что у нас пикси. Пикси, как правило, классическая пикси стрижется затылок 90. Эту линию я простригла. У меня моя линия будет повторять, если я буду смотреть форму головы. Мы с вами сейчас прострижем. И будет у нас дальше, видите, вот форма головы, то есть полукруг идет. Дальше переводим в диагональ. Свою контрольную я разделила пополам. Перешла я за прядью. Натянула, обняла голову. Натянула. У меня 90 градусов. Видите контрольную свою линию. Все, отрезаем. 90-90. Отпустила. Разделила следующую по диагонали. Перешла за прядью. Опять же, натянула. Встала за прядью. Вон она, моя контрольная линия. Отрезаем. Вот эту всю линию я подтягиваю, только что простриженной. Натяжение не меняю. Отпустила. Перехожу на противоположную сторону. Опять же, в диагональ перевела. Для того, чтобы мне не гнуть спину. Натянула. Отрезала. Переходим к следующей пряди. Перешла. Сама ножками перехожу к следующей пряди. Стою за прядью. Линию вижу. Пойнтингом отрезала. Перешла к следующей линии. Отрезала. Последнюю подтягиваю. Отпустила. Дальше, опять же, проверка. Поднимаю. Ищу, где у меня волосы сходятся. Вот плотность появилась. Глубоким пойнтингом прорабатываю. Хорошо видно? Видите, глубоким пойнтингом я не стремлюсь задать ровную линию. У меня рваная стрижка. Поэтому я, видите, делаю сразу же глубокий пойнтинг. Что мне облегчит стрижку? У меня не будет твердой такой жесткой линии. Обязательно проверяем лево-право. Из одной и той же зоны натягиваем. Проверяем длину. Чтобы все у вас было идеально. После этого, опять же, нашу фенечку. Берем прядь. Пальчики ставим, выворачиваем. Вот еще раз показываю. Видите, я вывернула пальчики. После этого беру ножницы и со стороны внешней делаю глубокий пойнтинг. Опять же, когда я перехожу к уголкам, помните, у нас уголки идут немного на удлинение. Поэтому мы с вами должны уже разворачивать к центру линии. Опять же, глубоким пойнтингом мы с вами делаем филировку. Противоположную сторону также. Выворачиваю к центру. Вывернула. Вот у нас, видите, уже эту стрижку можно носить будет вниз. То есть, ничего здесь страшного нет. Но мы с вами, когда выворачиваем вот так вот пальчики, мы даем варианты стрижки. То есть, мы хотим разнообразить. Чтобы можно было носить и так, и так. Но носить, если захочется вниз, всегда возможно. У нас вообще никаких проблем. У нас равномерная стрижка идет. Здесь и красиво будет затонуть. Дальше переходим к следующей линии. Следующим блоком. Отделяем. Опять же, возвращаемся в центру. Лишнее убираем, как всегда. Смотрим, где наш с вами, помните, верхняя затылочная часть немножко скошена. Но нам еще до нее дойти надо. Мы еще не дошли. Где-то здесь у нас с вами уже начинается макушка. Вот она, видите, как раз макушка здесь. Поэтому сейчас посмотрим, как она будет ложиться. Опять же, мы переходим в центр. Натягиваем волосы. 90 к голове. Обняли. Натянули. Я вижу свою контрольную точку, которая была у меня на предыдущем блоке. Еще раз показываю. Обняла. Натянула. У меня с вами, помните, расческа стоит. Это значит, соответственно, плоскость. Натянула. Контрольная моя есть. Так, линии видите, наверное, вы. Вот. Видно контрольную? Видно. Все отлично. Натянули, причесали хорошо. 90 к голове. Глубоким поинтингом. Линии соединили. Все. Отпустили. Дальше переходим в диагональ. Переводим центральную прядь. Разделила пополам. Перевела в диагональ. Взяла новую. Опять же, натянула. Значит, здесь не ленитесь, пожалуйста. Поднимайте локоток. Почему? Потому что нам нельзя вниз. Нам нельзя наверх. Нам надо четко оттяжка 90 градусов. И я стою за прядью. Натянула. Свои линии видите. Все видите? Видите? Все. Соединила. Дальше опять же. Разделила пополам. Перешла за прядью. Натянула я опять же к голове 90. Видите? Вот она моя контрольная. Соединила. Разделила пополам. Перешла я за прядью. Вот она контрольная. Я ее вижу. Повторяю. Последнюю вот эту с вами. Прядку подтягиваем. Встригаем. Все. Переходим на противоположную сторону. Опять же через центр. Переходим в диагональ. Натяжение у нас с вами 90. В голове. Я стою за прядью. Вот она моя контрольная. Видна. Соединяю. Разделила. Перешла за прядью. Контрольная. Вот она моя. Видна. Разделила. Следующую перешла. Так. Теперь я давайте вам еще сейчас покажу. Сейчас я вот эту прядь отделю. На вам натяну и покажу. Смотрите. Мы работаем с вами глубоким поинтингом. А значит соответственно мы можем обхватить палец себе обрезом. Поэтому что вы делаете. Натяжение видите да. Я перешла за прядью. Натяжение у меня 90. Мы с вами ставим ножницы на безымянный палец. Еще раз показываю ножницы на безымянный палец. Вы видите свою линию. Держите ножницы на безымянном пальце. И у вас получается зафиксированы ножницы. То есть вы себя не обрежете. Видите. Ставлю. Показываю. Таким вот образом вы можете себя обезопасить. Последнюю прядь подтягиваю. Еще раз показываю. На безымянный палец ставлю. Линию. Продолжаю. Свою. Потому что если у вас будет без безымянного пальца. Вы можете не рассчитать и обрезать себе пальцы. Опять же поднимаем линию. Нашли плотность. Видите я все время ставлю на безымянный палец. Для того чтобы я себя не обрезала и контролировала. Так как мы с вами переходили. У нас с вами форма повторяет голову. Делаем глубокий поинтинг. Проверку обязательно делаем. Везде проверяем длину. И опять же наша любимая линия. Поворачиваем пальчики. Берем ножницы. И с внешней стороны делаем глубокий поинтинг. Делаем филировку. Переходим дальше. Сережа может поближе покажешь? Покажи пожалуйста поближе. Вот видите пальчики развернула. Помните у меня уголочек здесь есть. Я поэтому разворачиваю к центру. И вот так вот с внешней стороны я делаю глубокий поинтинг. Переходим дальше. Сделали поинтинг. И у нас с вами помните здесь уголочек. Значит мы к центру разворачиваем волосы. Опять же глубокий поинтинг. После звонка зуб появился. Да что вы. Прекрасно. Прекрасно. Давно надо было кому-то позвонить. Прекрасно. Отлично. Вот смотрите. У нас уже какая видите. Даже практически все здесь срезалось. Химия. Осталось чуть-чуть еще крашеных волос. Думаю надо краситься заново. Так переходим к следующему глубоку. Теперь смотрите. У нас голова с вами пошла по кругу. Если вы помните. Мы можем с вами повторить форму головы. Тоже будет достаточно пушистая. Но не забывайте. У нас здесь плоская. Чуть-чуть немного заваленная макушечка. То есть вот эта часть. Поэтому давайте не будем. Давайте продолжим все-таки ровно. Переходим обратно к центру. Теперь мы с вами встаем за прядью. И у нас с вами должно быть натяжение параллельно полу. Натягиваю параллельно полу. Вижу свою линию. И вот уже я продолжаю свою линию. Я не задаю новую. Так как я не делаю натяжение 90 к голове. Я делаю параллельно полу. Вот. Растригла. Опять же поинтингом. Видите? Перешла в диагональ. Локоток подняла. Не забыла. Натянула. У меня прядь натянута параллельно полу. Свои линии я вижу. И видите? У меня все время ножницы лежат на безымянном пальце. Все время. Разделила пополам прядь. Перешла к следующей. Подняла локоток. Параллельно полу у меня натяжение. Смотрите. Вот она моя контрольная прядь. Я ее вижу. Вот она. Стою я за прядью. Натягиваю. Ножницы у меня опять же на безымянном пальце. Для того, чтобы я не обрезалась. Последнюю прядь подтягиваю. Опять же, вижу линию свою и подтягиваю. У меня, как всегда, ножницы на безымянном пальце. Перехожу на противоположную сторону. Здесь у нас останется немного химии. Видите? Вот там, где волосы окрашены, там же у нас есть и химия. Но ничего сделать не могу. Будет так. Посмотрим, как будут укладываться. Так, перешли на противоположную сторону, в диагональ, через центр. Натяжение параллельно полу. Свою, видите, контрольную линию. Кладем ножницы на безымянный палец. У вас получилась фиксация, да? То есть нет движения ножниц. Дальше переходим к следующей пряде. Натяжение параллельно полу. Контрольную вижу. Ножницы положила на безымянный палец. Все отрезала. Дальше получается, что мы подтягиваем последнюю прядь к своей линии. В велье. Вот видите, какой у нас получился затылочек с вами. Опять же проверка обязательно. Натягиваем. Ищем, где сошлось в одну линию. Глубоким поинтингом идем, проходим. Лево-право должно быть одинаково. Обязательно проверяем длину из одной и той же точки. Дальше опять же, что делаем? Разворачиваем волосы к потолку. Видите? С внешней стороны. Ножницы стоят у меня перпендикулярно. Пряди срезала. Сделала филировку. Последний уголочек к центру разворачиваю. Поднимаем. Наверх волосы. Волосы смотрят у нас на потолок. Держу перпендикулярно. Вот этот хвостик последний разворачиваю к центру. Так. Прекрасно. Последняя у нас с вами зона. Сейчас ее встригаем в затылок. Я имею ввиду, это имеется в затылочную зону. У нас с вами еще виски есть. Опять же, прядь у меня идет параллельно полу. И это называется уже по касательной. То есть мы выше не поднимаем. По касательной натянули параллельно полу. Свою линию видим. Встригаем в линию. У меня фиксация пальца, как видите, идет. То есть фиксация пальца, опять же, на безымянном пальце. Все, простригла. Отпустила. Локоток подняла. Натянула. Свою линию я там вижу. Давайте натянем. Опять же, на безымянном пальце у меня лежат ножницы. Последнюю прядь встригаю. Перехожу я на противоположную сторону. Натягиваю параллельно полу. Вижу свои контрольные пряди. Ножницы на безымянном пальце. Последнюю подтягиваю. Проверка. Но на макушку, а с макушкой это еще не все. Мы с вами потом еще макушку будем простригать. Сейчас мы с вами ввели макушку в затылочную зону. Но мы с вами хотим ее сделать покороче. Ну, я так думаю. Кто за? Опять же, проверка. Натягиваем лево-право. Обязательно проверяем. Чтобы волосики у нас все были одинаково прострижены. Опять же, берем, выворачиваем прядь. Она смотрит у нас в потолок. С задней стороны, то есть внешней стороны пальцев, обязательно мы с вами делаем филировку. Уголки, вы видите, так как они у нас длиннее, я разворачиваю к центру. Ножницы у меня перпендикулярно. Так, теперь мы с вами переходим дальше. Помните, у нас с вами есть одно но. У нас с вами одно ушко, которое нам нельзя открывать. То есть нам надо одно ушко спрятать. А волосы пока мы с вами стригли, немного высохли. Поэтому мы сейчас с вами будем смочивать. Потому что у нас обязательное условие. Должны быть волосы равномерно намочены. И так как нам с вами еще затылок нужен, да? Поэтому на затылке тоже давайте смочим волосы. Потому что у нас затылок является теперь контрольной для уже височной зоны. Отделяем, Сережа, иди сюда. Отделяем с вами прядь. А здесь мы можем отделять прядь ровно с вами. Почему? Потому что у нас удлинения к лицу здесь не будет. У нас асимметричная будет стрижка у лица. С одной стороны будет покороче, с другой подлиннее. Все, убираем ненужную прядь. И давайте определимся. Ушко у нас с вами красивое. Можем его, скорее всего, и выстричь даже, да? Давайте с вами тогда что мы придумаем. Давайте придумаем. Я придумала. Смотрите, у нас с вами должна линия продлеваться. Потому что у нас здесь является контрольная прядь. Теперь эта контрольная прядь будет переходить к лицу. У нас же должна быть стрижка переходящая. То есть все должно красиво и гармонично смотреться. А, я вам не рассказала, кстати, как я отделяю. Значит, как я сагитальный пробор ищу. Те, кто не видел в предыдущих мастер-классах, я рассказываю. Вот у нас есть ушко. Вот оно ушко. Вот сагитальный пробор это где-то пополам. Делите пополам ушко. И вот этот вот и есть сагитальный пробор. Пока я вспомнила. Так, значит, у нас с вами прострижена, вы видите, зона уже на затылке. Мы берем за ухом. Это и есть наша контрольная прядь. Отделяем сразу же в диагональ с новой прядью. Поднимаю я ее. Разворачиваю к лицу. Я хочу сделать у лица эту зону покороче. Поэтому разворачиваю к лицу. Развернула. Видите, по диагонали. У меня по диагонали прядь натянута. И, соответственно, пальчики тоже стоят по диагонали. И вот смотрите, у меня есть контрольная точка. Вот она моя контрольная точка. Вот она. Где простригла я уже. Эта же линия у меня вот с затылка, за ушком. Я беру, отчесываю, пальчики ставлю по диагонали. Вижу свою контрольную точку. И простригаю. Так как здесь кудряшка, я сейчас простригла по прямой. Но я сейчас же сразу же следующую линию рву. Да, то есть глубоким поинтингом. У меня здесь, видите, ушко прикрыто. Но идите со мной дальше. Сейчас я вам покажу, что будет дальше. Отделяем следующую прядь. Взяли. Опять же, перевели пальчики к лицу. Поставили пальцы по своей линии, которую вы только что отделили. То есть по диагонали. И главная фенечка. Значит, смотрите. Чтобы вам понять еще, вы натяжение делаете вот перпендикулярно вот этому пробору. То есть вы сделали диагональный пробор и натянули перпендикулярно волосы. Перешли. То есть у вас контрольная, она становится на предыдущую, на новую зону. То есть у нас натяжение именно перпендикулярно вот пробору. Пальчики мы с вами развернули. Убираем нашу длину. Мы с вами видим наш хвостик. И идем к этому хвостику. Убрали. И сразу же делаем глубокий поинтинг. Для того, чтобы порвать. Разделили опять же свою простриженную зону. Перешли вперед. Перевели. То есть у меня перпендикулярно именно передняя линия. Развернула пальчики свою. Видите, контрольную. Отрезали. Опять же сразу, что мы делаем? Глубокий поинтинг. То есть рвем. И вот обратите внимание, у нас уже получилась стрижка. Достаточно легкая. Так, смотрите, я все волосы подняла. Видите, пальчики вывернула. Обратите внимание, к лицу. Если вы посмотрите сверху, у меня идет укорачивание к лицу. Вот так, когда вы берете, вот видите свою линию укорачивания к лицу получается. Разворачиваете пальчики. И еще раз глубокий поинтинг. Натянули, отпустили. И мы обязательно смотрим с вами, как растут волосы. Смотрите, у нас с вами волосы оказались достаточно прямые. Тут-то кудрявые, а тут-то прямые. Поэтому вот мы сейчас, когда с вами дальше будем стричь, решим, что же нам делать вот с этим височком. Видите, он, как оказывается, немного поднимается. То есть то, чего, как всегда, бывает неожиданно для нас, когда мы начинаем только стричь. Потому что мы не знаем, как растут волосы у клиента. Всегда бывает какая-то неожиданность. Но вот в данном случае, видите, височек приподнимается немного. Но посмотрим сейчас, как он у нас ляжет. Может быть, он у нас и ляжет под массой. Так как мы уже простригли здесь зону, вы сразу же оформляете линию на затылке окантовочную. Опять же, мы с вами глубоким поинтингом порвали. Вот у нас такая линия. Переходим к следующей части. Отделяем прядь. Убираем здесь лишнее с вами. Продолжаем наш рабочий пробор на затылок. Почему? Потому что здесь у нас с вами контрольная прядь. Берем нашу контрольную прядь. Берем новую. Опять же, видите, я в диагонали. Поднимаю я к нашей диагонали. Подтягиваю. Видите, у меня перпендикулярно диагонали идет. Вот она моя диагональ. Натяжение перпендикулярно. Вот здесь моя контрольная линия на затылке. Внизу контрольная линия, которую я уже сделала на первом блоке. Соединяю. Опять же, соединила прямым пробором. Дальше я глубоким поинтингом растригаю. Линию перешла дальше. Не забывайте, у нас здесь может получиться окошко. Поэтому мы сейчас будем с вами думать, что делать дальше. Контрольную вижу. Контрольную вижу. Соединяю. Глубокий поинтинг. Сначала срезали, потом опрофилировали. И у нас с вами, видите, уже достаточно короткая линия получается. Но, смотрите, самое основное. У меня-то она короткая у лица. А здесь, видите, я сохранила объем. Поэтому, когда я буду сушить, если вы посмотрите через зеркало, у меня вот в данной стрижке вот здесь будет объем. Потому что у меня коротенькая у лица. Видите, я хочу ввести вот здесь вот в мою стрижку. Но объем сохранила за ушком. То есть всегда будет объем, если как бы хочется объем. Ну, мне кажется, будет неплохо. Но вот насчет уха надо будет подумать. Видите, получается плотность, потому что ушко приподнимается. Как всегда у нас доработка идет уже на сухую. Берем последнюю прядь. И сейчас будем думать. Смотрите, у нас с вами вот здесь вот все-таки окошко. Помните? И хотим ли мы с вами здесь оставить по длине, либо нет, пока не знаю. Давайте мы с вами уберем все-таки вот это вот на уровне окошко прядь. Вот сюда. Я пока не буду ее трогать. Я потому что еще не решила, что я с ней буду делать. Видите, у нас как всегда творческий процесс. Поэтому будем решать уже по ходу. Опять же, я беру прядь, которая у меня прострижена на затылке. Это моя контрольная. Беру новую прядь. Опять же, у меня есть две линии. Две точки. Вот она верхняя, вот она нижняя. Ну и вообще здесь просто уже линия видна. Я соединяю. Опять же, что я делаю? Делаю глубокую филировку. Перешла я дальше. Натянула. Опять же, натянула. Не забывайте, на проборе пальчики стоят у меня по пробору. Вижу свои. Видите, вот она линия моя видна. Вот она. Видно, да? Все. Видно? Давайте расческу поставлю. Может быть, будет лучше видно. Вот она моя линия. Вот она. В общем, я ее повторяю. Вот она моя линия. Вот она видна. Сначала мы ее отрезаем по прямой, чтобы вам кудряшка не мешала. И после этого делаем глубокий поинтинг. И последнюю прядь также мы с вами к лицу подчесываем, убираем. Линии свои контрольные я вижу. Глубокий поинтинг не забывайте сделать для того, чтобы сразу же облегчить. Вот обратите внимание, у меня линия у лица сразу же получилась короткая. Мы, естественно, окантовку еще не делали. Вот она. Видите, линия короткая пошла к лицу. Мы еще здесь ее не делали. Мы всегда будем дорабатывать. Значит, в чем минус в химии? Видите, кончик у нас кудрявенький. Поэтому, возможно, нам придется еще подстричь. Потому что, видите, вот кончик, он все-таки, видите, в разные стороны у нас торчит. Но это мы с вами сейчас тогда уже решим. Еще раз повторю, я хотела сделать у лица короткую. Видите, у меня получилась короткая, но длинная. То есть, вот здесь объемная часть на ушке. Я не делала окантовку и здесь, потому что у нас с вами еще доработка будет. Я вам уже объяснила, что, видите, кудряшка идет вот здесь сверху. Но сам волос прямой. И у нас на ухе плотность появилась, приподнимается. Так, переходим с вами на противоположную сторону. Этот хвостик я просто-напросто сейчас, пока буду стричь, буду делать одним захватом с левой стороной. Так, давайте теперь здесь. Здесь мы с вами решили, что у нас будет удлиненная немного зона. Поэтому мы ее... Сейчас чуть-чуть намочу. Высохли, извините. Быстро сохнут. Снова говорю, видите, медленно стригу. Потому что вам показываю все. Волосы успевают высохнуть. Поэтому немного смочим равномерно. И еще раз покажу вам. Нам надо немного прикрыть ухо. Это не значит, что нам нужна длинная стрижка здесь. Можно сделать длинную, ради бога, это как вы хотите. Но мы, наверное, с вами закроем где-то наполовину. Продлеваю я наш пробор рабочий на затылок. Убираете. Работаем с вот этой зоной. Почему? Потому что у нас с вами есть уже заданная прядь. Мы с вами отделяем контрольную на затылке. Подтягиваем новую нашу прядь к контрольной на затылке. Я свою линию, вот она, вижу. И натяжение у меня, как всегда, пряди 90 градусов в голове. И ввожу в свою линию. Опять натянула. Я перешла за прядью. Линию свою вижу. Не забывайте, что и здесь у меня то же самое. На безымянном пальце, перешла, кстати, я за прядью, на безымянном пальце у меня лежат ножницы, для того, чтобы я себя не обрезала. Так. После этого мы с вами поднимаем прядь. И прорабатываем ее наверх. Мы с вами ее выравниваем. Видите, кудряшка какая у нас здесь. Не очень-очень неудачная кудряшка. Так. Здесь мы с вами сделали. И теперь нам надо с вами задать окантовку. Немного удлиняю к лицу, потому что у меня здесь будет еще челка. Окантовку задаю. На затылке подтягиваю все вперед, к ушку. И выравниваю. Вот у меня вот эта линия. Дальше отделяю следующую прядь. Убираем. Продолжаю рабочий пробор. Контрольная прядь у меня за ушком, вы помните, была. Подчесываю к контрольной пряди. Соединяю наши точки. Ножницы у меня на безымянном пальце. Последнюю прядь подчесываю. Отпускаем. Дальше опять. Прядь отделила по пробору на затылок. Моя контрольная, помните. Отделила. Здесь у меня уже идет натяжение. Параллельно полу. Не ухожу никуда. Последнюю прядь подчесываю. Будьте аккуратны, потому что вы помните, как растет у нас волос. Для того, чтобы у нас не было окошка. Подчесываю, перечесываю всю длину. Стою я за контрольной. Где контрольная прядь у меня? Видите, вот ушко. Взяла контрольную прядь. По касательной натянула к голове. Выше не поднимаю. То есть параллельно полу идет. Следующую прядь взяла. Подтянула к своей, стою на месте, пряди. Последнюю прядь всю опять же подтянула. Растригли. Теперь давайте дальше переходим. Нам надо с вами доработать стрижку. Помните, у нас вот эта прядь, она идет с противоположной стороны. Но мы ее сейчас в данный момент ввели. Теперь дальше переходим на теменную зону. Немного опускаем. Смотрим, задаем длину. Можно всегда через зеркало посмотреть, какая же нам все-таки длина здесь нужна. Вы видите, здесь еще идет кудряшка. Она, естественно, будет опять же чуть-чуть поднимать волосы. Поэтому я бы, наверное, чуть-чуть еще уберу длину. Но не сильно. Видите, мне нужна здесь длина. И будем сейчас думать, что с этой прядью делать. Значит, нам еще нужно создать с вами макушку покороче. Возвращаемся опять к макушечной зоне. Поднимаем волосы наверх. Задаем длину. Значит, смотрите, как мы задаем длину. У нас здесь уже с вами есть длина. Вот она, видите, которая по бокам. Мы с вами уже ее задали. Вот эту длину мы с вами просто будем повторять. Убираем вот этот вот длинный хвостик, который у нас был. И повторяем длину, которую мы уже задали здесь вот на боковых вот этих частях. Все волосы подтягиваем. Подтягиваем мы с вами пробурами радиальными. Попрядно. Для того, чтобы у меня была макушка попышней. Вот, посмотрите. Я соединила уже две формы. То есть затылок у меня с вами был равномерный. Здесь я уже соединила линию каскад. Так. И дальше пошли смотреть, что делать дальше. Значит, вы помните, у нас с вами еще здесь вот эта зона не прострижена. Вот она длинная. Но я хочу ее оставить все-таки длинная. Значит, что я для этого должна сделать? С этой стороны с вами я точно ознакомлю. У нас с вами есть макушка. Сейчас я вам покажу. И помните, у нас есть с вами пробор, по которому у нас Ира носит волосы. Он все время здесь разваливается. Я беру по пробору прядь, отделяю, отчесываю. И теперь у нас же опять идет метод каскад. Я поднимаю волосы. Ищу заданную мной длину, которая вот она у лица. Да? И уже заданную мной контрольную. Видите, вот она макушка моя короткая. Соединяю эти линии. Соединила. Делаю глубокий сразу поинтинг. Помните об этом? Подтягиваю все волосы к только что простриженной зоне. Убираем то, что у нас здесь осталось. Так. И вот, смотрите. Видите, у нас уже получается чуть-чуть попышнее. Макушечку мы тоже подняли. Дальше. Теперь я все волосы, которые у меня теперь с левой стороны остались, помните, у меня была контрольная линия на проборе. Я поднимаю и подчесываю все волосы к своему, опять же, контрольной линии, которая на проборе. То есть перпендикулярно пробору. Соединяю левую сторону теперь. То есть получается, если вы посмотрите через зеркало, у меня идет асимметрия. Видите, у меня пробор был смещен вот сюда. Помните? Соответственно, я вот сюда все подняла и вот так вот отрезала. То есть соединила точку у лица и точку на макушке. То есть получается, я соединила по диагонали. Эта линия у нас с вами каскадная называется. Таким образом, мы задали здесь объем, но в то же время сохранили челку. Челка у нас есть. Теперь давайте думать дальше с линией у лица, которая у нас идет справа. А сейчас я так думаю о том, что мы немного ее все-таки уберем. Смотрите. Берем челку. У нас же здесь с вами была прострижена длина. Вот она, да? Берем. Подтягиваем все сюда. Вот у меня с вами контрольная точка тут видна. И попрятно подчесываю к только что простриженной зоне. Все волосы подчесываю сюда. Насколько хватает длины. Таким образом, я задала здесь линию короче. Видите? Но в то же время сохранила линию у лица с левой стороны. Теперь мы с вами сейчас будем сушить волосы для того, чтобы уже дорабатывать на сухую. Высушиваем. Вот. 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 Продолжение следует... 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 вот так дальше слайсингом прорабатываем чтобы не было плотности у нас с вами достаточно рваная стрижка будет сейчас вот так видите прорабатываем чтобы у нас красиво ложилась дальше опять же смотрим через зеркало что мы с вами сделали прекрасно видите мне сейчас больше нравится не торчит висок и у нас теперь такая задорная ирина появилась получилось правда серьезно она себя на такой первый раз видит с короткой стрижкой и дальше мы с вами просто теперь все облегчаем и потом переходим уже на противоположную сторону поднимаем все облегчаем делаем филировочку на затылке то что я вам показывала технику мы выворачиваем пальчики также сейчас будем прорабатывать затылок убираем заодно сейчас побольше уберется у наших это химия будет все живенько видите насколько сейчас уже хорошо ложатся волосики опять же с вами поднимаем пальчики выворачиваем наверх смотрят у нас волосы и мы опять же делаем филировку волосы наверх смотрят не забывайте все прорабатываем ничего не пропускаем здесь видите растут волосы немножко в сторону поэтому просто приподнимаем и в глубоким понтингом чтобы у нас не было плотности в одном месте потому что бывает так что волосы собираются мы не знаем как помните у нас вот здесь макушка и волос немного вот так идет поэтому нам надо просто проработать чтобы зрительно смотрелось живенько смотрите видите насколько живенько и дальше смотрите линия мы с вами ее стригли глубоким понтингом но посмотрите все равно она получается плотная поэтому мы ее поднимаем и еще больше делаем тонкой для того чтобы она была такая воздушная по шее вот у нас ни одной нет такой четкой тяжелой линии дальше переходим на макушечную зону на затылочную макушечную верхнюю опять прорабатываем обязательно филировка нужно у нас с вами во первых цель сделать стрижку более легкая а вторая цель у нас с вами побольше убрать хили для того чтобы волоса стал стал живым нигде не пропускаем прорабатываем хорошо видите уже у нас свой натуральный получился волос так смотрите теперь основное здесь вот у нас волос тоже раскладывается вот видите у нас тоже волос раскладывается вот в этом месте вот вот здесь вот заваливается волос поэтому мы все с вами подтягиваем к центру и делаем глубокую филировку именно к центру подтягиваем с одной стороны отошли к центру затылок подтягиваем опять переходим на другую сторону опять же подтягиваем все к центру прорабатываем за счет этого мы с вами делаем еще более короткую макушку который будет легко вот помыть а вот так полотенцем взбодрить феном посушить и все и она вот таким вот образом у нас будет пышная и пушистая из можно будет ли легко поднять дальше опять же переходим на противоположный висок опять прорабатываем все не пропускаем никакую зону у нас с вами стрижка легкая здесь еще с вами все-таки много пудряшек осталось на этой стороне значит смотрите на линию внизу если вы видите что она тяжелая хочется ее проработать опять же поднимаем смотрите опускаете и пока вам не понравится самим видите она стала лучше выглядит посмотрите она стала рваненькой нет тяжести но ухо прикрыта так и теперь наша челка ну челку как видите нам еще долго сращивать поэтому мы все равно чуть-чуть ее облегчим но чтоб все таки она была и обязательно подтягиваем к центру для того чтобы на топ зоне тоже создать объем подтягиваем к центру и именно к пробору не просто к центру так и теперь про что я вам говорила прикорневой объем идите сюда ко мне смотрите значит у нас с вами разваливается видите как выяснилось у нас есть все таки макушка еще здесь да получается вот она одна и вот она вторая и волосы будут разваливаться все таки сюда здесь но здесь как видите они закрываются до более-менее у нас здесь получается поэтому мы должны сделать прикорневой объем для того чтобы помочь чтобы волос у нас выталкивался поэтому вы смотрите куда ложится волос вот конкретно видите у меня ложится сюда я поднимаю против шерстки и делаю прикорневой слайсинг только не забывайте о том что вы делаете его немного чтоб пеньков не было и делайте очень аккуратно не захлопните ножницы вот теперь смотрите я с той стороны это все сделала теперь я поднимаю с этой стороны и аккуратненько смотрите держу ножницы чуть-чуть призакрываю я чуть-чуть призакрываю их и пошла видите немножко я не сильно это делаю и я скольжу по волосам то есть я срезаю может быть где-то 1-5 волосочков не больше то есть вот таким вот образом вы скользите по волосам и даете объем в том месте где надо смотрите здесь все на макушку значит соответственно я бы тоже бы вот здесь сделала видите в одну сторону ложатся поэтому нужно тоже приподнять вот так после этого мы с вами все сдуваем с волос вот и дальше мы естественно с вами возвращаем обратно раскладываем можно через здесь раскладываем волосы вот на этом этапе а вы можете использовать укладочные средства или как с укладочными средствами дружу не дружу 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 значит смотрите укладочные средства здесь в данном случае можно использовать гель можно воск да но опять же вы смотрите воск что делает он делает текстуру делают структуру но жирнит волосы но в то же время они остаются подвижными поэтому давайте сделаем все таки гель почему я возьму гель чуть-чуть вот взяла гель и мы с вами немножко сделаем текстуру волоса прибавим опять же таким образом мы немножко с вами дадим растормошим затылок немножко совсем не надо делать сильно волосы склеены и придадим просто такой легкий беспорядок можно даже через зеркало посмотреть как получается потому что я не вижу ведь когда к вам поверну не будет ли сильно видно и вот здесь вот у нас с вами мы воспользуемся этой кудряшкой и немножко ее с вами наверх выверну тем более они у меня так сами ложатся когда она укладывает себя чуть-чуть сделаем по объем не макушечку с этой стороны тоже небольшой взрыв любимые мои я хочу еще вас всех поздравить с новым годом пока я укладываю немножко поболтаю я желаю вам естественно ваших ваших успехов перспектив я желаю вам того чтобы вы достигли то чего вы планируете чтобы у вас все всегда получалось вам здоровья всем дальше что я хочу еще вам сказать никогда не стесняйтесь учиться чем больше вы учитесь тем больше у вас потом все получается из каждой учебы вы обязательно что-то вынесите даже если вы посчитали что вам это не пригодилось поверьте в голове откладывается все равно и этого в итоге пригодится обязательно дальше если вы хотите вы можете на гид курс войти и там я выкладываю вам во первых мастер-классы которые вот у нас бесплатные с вами были я все выложила там и потом я еще раз напомню о том что там есть стрижки и еще есть такая хорошая новость которая я озвучиваю только сегодня скоро к нам придет итальянский бренд придет наша итальянская косметика к нам и мы будем с вами пользоваться новыми красителями новыми укладочными средствами и я вам буду тоже это анонсировать и все расскажу потому что тестовая продукция уже идет так что скоро мы ее с вами получим так ну вы знаете я не буду сильно фиксировать я пока вот разговаривала с вами сделала небольшой такой взрывчик какой гель используешь гель вы знаете на самом деле без разницы какой у меня вот есть как капусовский он достаточно сильной фиксации поэтому его совсем немножко наносите но это не реклама это это просто мое укладочное средство я пользуюсь на самом деле мне конечно нравился больше голдвера у него другая фиксация ну вот я для проба купила и тоже ничего но фиксирует очень сильно поэтому аккуратненько наносите я как правило наношу только по кончикам сейчас посмотрим со всех сторон как у нас получилось поправляем а самое главное мы с вами даем зеркало чтобы ирина посмотрела на себя все таки потому что она и мы с вами поворачиваем со всех сторон вот она сейчас сбоку на себя видно нет через зеркало надо ловить себя в зеркало надо искать вот она смотрит на себя со всех сторон и тогда конечно после этого она нам скажет свое либо да либо нет и мы сейчас это все узнаем вот такой вот умею сейчас вот на голове беспорядок да конечно взрыв можно доделать здесь нет лака здесь только по кончикам у нас вот видите все живые волосы остаются если честно я просто больше люблю живые вот поэтому эти я в них залезаю и у меня они двигаются да это можно с этой стороны на себя тоже полюбоваться ну вот значит смотрите клиент у нас с вами доволен так что вы мне напишите как вам наша стрижка мы ирину будем отпускать а вы мне напишите все что вы думаете давайте я вас переключу на себя чтобы я читала так давайте пишите мои хорошие как вам стрижка эта стрижка у нас с вами называется пикси спасибо вам что вы ко мне приходите я вас тоже очень всех люблю следите естественно за новостями мы все эти новости выкладываем и в телеграме в инстаграме и в ютубе я вам говорю то есть давайте не теряться подписывайтесь учить обучение кстати будут у вас длинные каникулы так что вы переходите на гид курс вы там возьмите себе все возвращение 90 слушайте у нас есть стрижки которые считаются классикой и естественно они у нас будут всегда так как меня много просили а пикси и вот у нас к короткая пришла девчонка с короткой стрижкой вы же знаете я модели не подсадных делаю а модели все у нас действительно я их вижу первый раз и поэтому мы все с вами сегодня делаем вот эту стрижку подбираем прям в реальном времени и на гид курсе я кстати вам тоже самое показываю то есть приходит модель и мы с вами там же подбираем ей стрижку так что я надеюсь что вам все понравилось до всех еще раз с вас с новым годом жду вас снова на до встречи со мной а мне до встречи с вами всем вам пока пока подписывайтесь да спасибо вам большое спасибо